информационных системах. И вот эти возможности, про которые мы уже полтора часа рассказываем, показываем, то, что связано с реал-тайм, трехмерными данными и изображениями, они все реализованы в вполне конкретных продуктах Argus, которые можно поделить на несколько, наверное, таких направлений. Это продукты настольные, Argus Pro, это различные отраслевые решения, это продукты, позволяющие создавать веб-приложения, это целая плеяда технологий для разработчиков, для которых становится доступна вся система. И, естественно, это Argus Enterprise, это сердце вашей корпоративной GIS. И если мы говорим про Argus Online, это на самом деле и сердце Argus Online, потому что технология, это одна и та же технология, просто различные масштабы ее внедрения. Но вот Argus Online — это Argus Enterprise, который хостится в облаке, его упрощенная версия. Это геоинформационная платформа, платформа легкой картографии, создание своих приложений для неограниченного круга пользователей. Благодаря развитию Argus Online количество пользователей вообще профессионального GIS, оно стремительно растет, и сейчас мы можем сказать, что в системе зарегистрировано более 7 миллионов отдельных пользователей, которые создают, уже опубликовали и ежедневно пользуются миллиардами карт, то есть тайловых просмотров. И использование этой платформы, оно растет в прогрессе, на самом деле, год от года. Argus Online включает в себя и новые версии, новые аналитические инструменты, новые конфигурируемые приложения и новые возможности работы с 3D. И в ближайшее время появится уже в доступенном бете новый Map Viewer. И что еще нового нас ждет в Argus Online, это возможность работать с реал-тайм данными без своего гео-эвент-сервера, возможность использовать эти функциональности тоже Argus Online, что, несомненно, развязывает руки многим организациям небольшим, которым нужно что-то проводить, какой-то мониторинг. Здесь очень интересная статистика по поводу, ну, 7 миллионов пользователей, 25 миллионов единиц хранения, то есть 25 миллионов слоев с данными карт было загружено в платформу Argus Online. И сейчас загружено и доступно более 150 тысяч наборов открытых данных. Технологии, на самом деле, позволяют создавать такие сайты, порталы открытых данных и обмениваться с данными, структурировать их, искать, задавать к ним метаданные и так далее. Другое направление разработки, но для нас это, наверное, один из самых важных продуктов, это Argus Pro, настольная профессиональная GIS. Раньше мы говорили, что Argus Desktop — это ArcMap, Argus Pro, и все время говорили, что, ну, вот вам доступно и то, и то. Вам, несомненно, доступно при покупке, ну, как бы, когда вы используете десктоп и ArcMap, и Argus Pro, но будущее за Argus Pro, потому что это новая технология, она сейчас достигла по функциональности ArcMap и, на самом деле, уже превосходит. Все новые функции добавляются только в Argus Pro за счет того, что она 64-разрядная, она позволяет работать с, ну, гораздо большими объемами данных, с большей скоростью, двухмерная, трехмерная и так далее. И, ну, вот среди новых возможностей — это возможность публиковать из Argus Pro на сервер, это что просили люди, что сейчас, наверное, важно, не интегрированные с порталом. Различные инструменты для объемных расчетов, 3D-вокселя, ну, и инструменты для работы с многомерными данными в большом объеме. Еще много таких интересных инструментов, которые я прошу показать Константина. Я ребят представляла как специалистов по тому или иному направлению у нас, но Косте интересно все, поэтому к нему можно обращаться с любыми вопросами. Спасибо. Давайте обратимся к нашему швейцарскому ножу. В Argus Destop мы можем делать все, что угодно. И сейчас через призму киндоиндустрии я хотел бы показать новинки профессиональной настольной GIS. Перед вами карта города Пасадена, город вблизи Голливуда. И здесь снимается множество фильмов и телесериалов. Вы наверняка видели этот город в одном из своих любимых сериалов. На карте отображены места съемочных площадок, и одно из самых популярных — это Пасаденская ратуша. Кстати, купол ее виден из окна героев, Дома героев в теории Большого взрыва. Для нашего проекта, который мы изучаем, киноиндустрия, хотелось бы сделать базовую карту поярче. Сейчас это базовая карта Эзри, которая выполнена в векторных тайлах. Теперь, благодаря редактору стилей, который загружен непосредственно в RGIS Online, редактировать векторные тайлы на весь земной шар стал гораздо проще. Это редактор, который максимально интерактивен. Кликая на соответствующий класс объектов на базовой карте, мы тут же получаем его цвета и другие характеристики. Можем быстро поменять цвет, стиль. И таким образом мы можем под наш проект сделать индивидуальное оформление нашей базовой карты. Соответственно, я сейчас выполняю ряд изменений, чтобы сделать нашу карту более яркой. Работать здесь можно как с цветами, так и со шрифтами. То есть у меня есть мой любимый шрифт, который я буду использовать в проекте. Немного поменяем цветовое оформление, чтобы наши подписи выделялись на карте. И сохраним этот стиль. Так как у нас единая экосистема, сохраненный стиль сразу доступен в RGIS Pro через подключение, через наш корпоративный портал. То есть сейчас я обновляю мои элементы и добавляю уже новый стиль векторной базовой карты к себе на проект. Следующим шагом моего анализа в проекте будет изучение вообще всех существующих мест съемки, которые проходили в городе. Это более 8000 точек. И сделать это можно благодаря, лучше сделать, да, но благодаря новой функциональности динамической агрегации в гексагональной сетке. Это динамическая агрегация на лету. Сетка меняется в зависимости от масштаба. Она настраиваемая. То есть символы могут быть настроены под вашу цветовую гамму, под задачу. Соответственно, мы сейчас просто добавим подписи, чтобы получить информацию о съемочных площадках. Ну и видим сразу преобладание, да, все та же пасаденская ратуша наиболее популярна среди съемочных команд. Дополнительная новая функциональность. К уже существующим диаграммам добавили календарь-диаграмму. Если у вас есть класс объектов с информацией о датах, например, датах съемок, мы можем использовать такую календарь-диаграмму и наглядно посмотреть. Ну, например, здесь выделяется, что летние месяцы, новогодние праздники не очень популярны среди съемочных команд. Понятно, все люди любят отдыхать летом и в новогодние праздники. Перейдем к следующему шагу нашего анализа и нашего проекта. Это выбор наилучшего местоположения для будущего блокбастера. У меня есть ряд критериев пространственных, которые я должен использовать. Это близость к историческим объектам, близость к паркам и магистралям и определенным типам застройки. Выполнять я это буду автоматически благодаря большому количеству инструментов геобработки. Первую итерацию я выполнял вручную путем запуска инструментов геобработки по отдельности. Но что теперь из истории геобработки я могу все запущенные по отдельности инструменты сразу же объединить в единую модель. И она будет тут же готова к использованию. Так как мы ее уже запустили, протестировали каждый инструмент, автоматически мы из истории объединяем эти инструменты в модель. Очень удобно и очень повышает вашу эффективность. Итак, у нас есть выбранное место для будущей съемки. И посмотрим на него через призму аэрофотоснимков. Еще одна новая функциональность это редактирование растов. И сейчас мы выполним быструю фильтрацию в ручном режиме нашего снимка, чтобы наилучшим образом представить его нашему продюсеру. Уберем со снимка все объекты, которые нам мешают, в данном случае автомобили. И сделать это можно быстро, эффективно с помощью редактора пикселей. Ну вот у меня уже есть заготовленный результат. И финальный аккорд – это анализ в 3D. Создавать такие трехмерные сцены в Argus Pro становится все проще и проще. Но мы можем не только визуализировать эти данные, но также и анализировать. Сейчас, благодаря новому инструменту, который появился в последней версии, разрезать мультипатч, мы немножко отредактируем вот эту нашу трехмерную сцену, так как она будет выглядеть в нашем блокбастере. В данном случае у меня здание в фильме будет выглядеть немного иначе, то есть не будет пристройки. Для этого я воспользуюсь как раз-таки новым инструментом, выделю этот объект, задам вертикальное сечение, задам плоскость сечения и на основе этой плоскости разделю наш трехмерный объект на два независимых объекта. После того, как эти объекты будут разделены, нам остается лишь удалить лишнюю часть, что мы, собственно, сейчас и сделаем. Ну а на этом месте у нас будет в нашем фильме граффити. Соответственно, удаляем. Наш мультипатч приобрел немного другой вид. Мы добавляем, собственно, как это будет в фильме. Еще одна новая функциональность – это поддержка качественных моделей, которые используют физически корректный рендеринг. То есть мы можем отобразить шероховатости поверхности, тип поверхности, металл, дерево и так далее. В данном случае мы добавляем один из атрибутов фильма – это летающая тарелка. Обратите внимание, как качественно здесь прорисованы текстуры, благодаря тому, что Argus позволяет загружать такие модели теперь в 3D-сцены. И еще одной из сцен нашего фильма – это будет затопление. То есть на город обрушится такая вот беда в виде превышения воды. И чтобы сделать эту сцену максимально реалистичной, разработчики добавляют в трехмерные отображения все больше, так скажем, живого отображения. И для водных гладей мы можем создать анимированное заполнение, так называемое. Когда мы можем указать движение волны, тип этой волны, угол распространения. И это сделает нашу сцену максимально живой, максимально реалистичной для презентации, для изучения, для чего угодно. Сейчас мы ее применяем. Обратите внимание, что мы здесь видим не только движение, но также отражение других объектов. Это деревья, здания, наша летающая тарелка. То есть это реальное уже приближение к нашему реальному миру. Ну и финальным аккордом нашего анализа будет анализ, так называемый интерактивный анализ видимости. Мы знаем, где у нас будут размещаться камеры во время съемки. И мы хотели бы проанализировать, зная углы раскрыва наших объективов, не попадают ли какие-то сторонние объекты в кадр и вообще как три камеры будут пересекаться между собой. Используем возможности Argus Pro по интерактивному анализу. Вот у нас появились зоны пересечения. И также мы видим фиолетовым цветом дерево, которое попало в одну из камер. Возможно, ее стоит подвинуть, чтобы наша съемка была более качественной. Вот так через пример из киноиндустрии мы показали возможности Argus, которым, естественно, вы как специалисты можете перенести на вашу отрасль, на вашу задачу. Спасибо. Спасибо огромное. Как и любой продукт внутри линейки Argus, Argus Pro расширяется при помощи множества различных фокусных модулей. В последнее время появились такие модули, как Image Analyst для Argus. Мы про него будем делать отдельный мастер-класс, и Лори тоже будет показывать. Но уже не осталось времени на этом останавливаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...